Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. На украинском телеканале «Наш» Макси-ТВ вышел сюжет о проекте Анатолия Юницкого по безракетной индустриализации космоса. Приглашаем всех на конференцию Skyway Capital, которая пройдет 21 сентября в Тбилиси. Доктор географических наук Владимир Литовский выступил на научной сессии с предложением создать в Екатеринбурге «Транспортные линии на основе технологии Skyway». Портал техкульт.ру, посвященный науке, технике и высоким технологиям, опубликовал обзорную статью о Skyway после посещения эко-феста. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 16 августа на украинском телеканале «Наш» Макси-ТВ вышел сюжет, посвященный Spaceway, проекту инженера Анатолия Юницкого по безракетной индустриализации космоса. В сюжете рассказали о проекте общепланетарного транспортного средства ОТС, способного вывести освоение космоса человеком на принципиально новый уровень. Сегодня космос – это буквально неиссякаемый источник ресурсов. Главной проблемой его промышленного освоения остается высокая стоимость отправки грузов на орбиту, которую может решить проект Анатолия Юницкого. Напомним, что два месяца назад в Беларуси прошла вторая международная научно-техническая конференция «Безракетная индустриализация космоса. Проблемы, идеи, проекты». На конференции ученые со всего мира обсудили перспективы новых космических проектов, в том числе ОТС. Полную версию сюжета смотрите на нашем сайте в разделе «Новости». Уважаемые инвесторы и партнеры, приглашаем вас на конференцию Skyway Capital, которая пройдет в Тбилиси 21 сентября. В первой части конференции вы узнаете о преимуществах технологии Skyway и получите информацию о последних новостях проекта. Эта часть будет особенно полезна новым инвесторам, партнерам и всем, кто интересуется темами транспорта и технологий. Во второй части конференции пройдет презентация нового маркетингового плана и обучающий семинар на тему «Дубликация. Как правильно построить успешный бизнес». Во время семинара вы узнаете, как работать в команде, построить успешную партнерскую структуру и многое другое. Прочитать программу конференции и оплатить участие вы можете в личном кабинете Skyway Capital до 18 сентября. В июне на базе Института экономики Уральского отделения Российской Академии наук в Екатеринбурге прошла 36-я сессия экономико-географической секции Международной Академии регионального развития и сотрудничества. Во время сессии специалисты из Института географии РАН, МГУ и других научных центров России обсудили перспективные решения в сфере территориального развития страны. Среди спикеров мероприятия доктор географических наук Владимир Владимирович Литовский, который выступил с докладом «Пространственные решения в историческом центре города». В своем докладе Владимир Владимирович поднял тему развития в городе альтернативных видов транспорта и новых подходов к организации городской инфраструктуры. Одним из таких инновационных подходов, по мнению ученого, может стать создание новых транспортных линий в Екатеринбурге на основе струнного транспорта. Полный доклад ученого вы можете прочитать на нашем сайте в разделе новости. Портал техкульт.ру, посвященный науке, технике и высоким технологиям, опубликовал статью о струнном транспорте. Во время КФС-2019 корреспондент издания побеседовал с руководством компанией-разработчика Skyway, а также оценил струнный транспорт вживую и прокатился на нескольких моделях подвижного состава. Как отмечает автор, ходовые характеристики полностью соответствуют заявленным показателям. Плавность хода, низкий уровень шума, комфорт. Вот что пишут журналисты издания. Кабины внутри очень тихие, можно легко говорить, не повышая голоса. Движения осуществляются быстро и незаметно, вибраций практически нет. А между тем они могут развивать скорость до 100 км в час. К слову, 100 км в час для юнибусов Skyway вовсе не предел. Просто размеры демонстрационной трассы Экотехнопарка не позволяют разогнать капсулы быстрее. Прочитать полную версию статьи вы можете на нашем сайте в разделе новости. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. И помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok